Он воздыхает, жалуется. Я думаю, любой верующий человек, любой христианин, находящийся в церкви, возрожденный человек, не раз разделял в унисон с Павлом эти воздыхания. Павел воздыхает от этого, видя, что есть другой закон в его плоси. Закон греховный, который клянит его словами «бедный я человек». «Кто избавит меня от этого тела смерти?» И тут же приходит к славе Евангелия, говоря «благодарение Богу Иисусом Христовым». Я тот же сам. На кафедре, внизу, в коре, тот же сам. Благодарение Богу и 8 глава Гимлян. С 1 по 12 стих. Павел подробно объясняет, почему он благодарит Бога, за что он благодарит Бога. С 1 по 12 стих 8 главы Павел говорит об оправдании верующих. Этим людям, которые воздыхают под бременем греха, которые не могут достичь совершенства, которые угнетаются собственным несовершенством, он утешает. И мы возьмем с 1 по 4 стих. Эта тема оправдания Павел здесь четко говорит ясно и подробно. Как оправдывается человек перед Богом? Как он лишается осуждения? И кто это оправданный перед Богом? Как человек в церкви, находясь, может знать, что он оправдан перед Богом? В 8 глава с 1 по 4 стих Павел говорит такие слова. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Павел к этим людям, которые видят, что в нас осталось много того, что не славит имя Божье, что не соответствует требованиям Писания, что противоречит нашему искреннему желанию быть мудрыми и святыми, Павел обращается и утешает их, говоря, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисус. Никакого осуждения. И это слово, нет ныне никакого осуждения, оно не говорит о том будущем акте Суда Божьего. «Когда Бог будет судить мир, Павел говорит, нет ныне никакого осуждения, не в том смысле, что придет время, когда Бог будет судить мир, но вас Он судить не будет. Он говорит, он говорит, нет ныне никакого осуждения, свидетельствуя о том, что осуждение уже было, что человек жил в грехе, и Бог не был к этому равнодушен. Человек ходил по плоти, грешил против Бога, и Бог не оставался нейтральным, как многие себе представляют. Павел говорит, что нет ныне никакого осуждения, это не о том речь идет, как по ложному представлению многих, что придет время, когда Бог будет судить мир и взвесит мои добрые и злые дела, и если будет все хорошо, что-то перевесит, то Он не осудит меня». Павел говорит, что человек вне Христа, вне Евангелия, что человек, который находится вне веры, он уже в осуждении. И об этом говорит Иоанна 3, глава 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизнь». Но гнев Божий пребывает на нем. Павел, обращаясь к верующим, по сути говорит, что гнев уже на грешнике. Бог не нейтрален по отношению к грехам. Бог не равнодушен к этому, потому что есть место Писания, где говорится, что «ты грешил, ты приступал заповедь, я молчал, и ты подумал, что я такой же». Речь не о том. Все, кто вне Христа, вне Евангелия, все, кто не покорился Божьему Слову, Бог гневает на любого человека. И это, наверное, записано также в 3 главе 18 стих. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Вот эта позиция нейтральности, которую, в принципе, мир проповедует, она происходит только по той причине, что человек не знает Бога в зале вообще. Он не знает, насколько Бог свят. Он не знает, насколько Бог праведен. Он не знает, как Бог относится к греху, и только человек Божий, в котором Дух Святой. Он начинает понимать, насколько грех тяжел для меня, то насколько грех оскорбляет природу и святость Бога. Об этом Павел говорит, если сердце ваше осуждает вас, то коль мне паче Бог, потому что Бог больше сердца вашего и знает все. грех, который есть в человеке неверующем, он не просто ошибка, ну, там, согрешил. Грех – это преступление Божьего закона, против закона. И грех касается святости Бога. И поэтому Павел, он по сути говорит, что нет ныне никакого осуждения, он говорит, что на грешников Бог присмотрит равнодушие. Бог гневается на грех. Бог ненавидит грех, но любит грешника. Любит грешника и ненавидит грех. Об этом Авакум в 1 главе 13 стихе сказал такие слова. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяне и смотреть на притеснение. Ты не можешь». Бог нелюбит грех, ненавидит, и Он не нейтрален по отношению к грехам человека. Поэтому Павел, по сути, говорит, что верующий, который во Христе, мы все находились под гневом. Это не значит, что Бог видел в нас нечто хорошее. Это не значит, что в нас ничего не было. Он говорит, ныне, ныне, с момента, когда мы склонили свои колени перед Христом, когда мы увидели во Христе спасительную опору и величайшую милость Божию, нет ныне никакого осуждения, тем, кто во Христе. Нет. Бог вас не судит, даже когда я сужу себя. Бог, как далеко восток от запада, так удалил, Он от нас беззаконие наше. Слава Иисусу Христу! Бог гневается на человека, который вне Христа. Поэтому всякий человек, который спокойно живет во Христе, он должен знать, что Бог судит каждую ошибку и каждый грех. Потому что мало того, что человек грешит, он еще и отвергает любовь Всевышнего Бога, которая явлена во Христе. Бог не нейтрален по отношению к греху. Поэтому Павел говорит, что нет ныне никакого осуждения. Самая большая проблема грешника, это святость Бога, с которой ничего поделать нельзя. святость Бога, это абсолютная отчужденность зла и греха. Всякое творение, которое согрешает, по сути оскорбляет святость Всевышнего Бога, касается Его святости, потому что Бог дал нам жизнь. Самая интересная, ключевая фигура американской реформации, Джонатан Эдвардс, когда проповедовал Слово Божие, он сказал, такую одну из выдающихся своих проповедей, она так и называлась, «Грешный в руках разгневанного Бога». Это классика. Это то, что учили в школах в Америке, где Эдвардс сравнивает грешного как с маленьким паучком, который висит над кипящей огненной лавой. И это ниточка в руках Всевышнего. По сути, Эдвардс проповедует, что Бог, который дает мне жизнь, дыхание и все, по воле которого я пришел в мир и по воле которого я живу и движусь, и существую, Он видит все. Каждую ошибку, каждый грех. И Он дает мне жизнь, мне не травим по отношению к моим грехам. И эта ниточка в руках Божьих, потому что моя жизнь и жизнь любого живущего человека находятся в руках Всевышнего. Бог продлевает жизнь, не желая, чтобы кто погиб. Это Божье долготерпение, которое ведет вас к покаянию. Бог неравнодушен грехам. Бог свят. И поэтому Павел начинает именно с этого, что он утешает верующих. Нет вам, брат Иисус, никакого осуждения. Это не значит, что нет никакого обвинения. Это не значит, что во мне ничего нет, что заслуживало осуждения. Это все есть. Это все проявляется. Это то, от чего люди Божьи воздыхают и унывают. Это то, от чего они хотят избавиться. Но утешает, говоря, нет никакого осуждения. Да, Бог видит веню, Бог видит ошибки, Бог видит грехи. Бог наказывает. Есть наказание. Бог наказывает своих детей. Но никакой грех не доводит меня до погибели. Никакой грех не ставит меня под осуждение. Да, вина есть. Да, наказание есть. Нет погибели. Нет рабства греха. Нет осуждения. Бог не судит меня. Потому что, когда мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, прощает вину по причине Иисуса Христа. Нет никакого осуждения. Это не повод к распусту. Это повод утешиться и идти дальше, возрастая в благодать и освящая свою жизнь, чтобы в этой греховной жизни Христос был возвеличен и прославлен. Поэтому все есть. Но Бог отводит это. Бог отводит вину. Бог наказывает. Бог утешает. Нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. И Павел начинает с оправданием. Он говорит. Первое, о чем Павел говорит, это праведность. Это праведность. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон, братья и сестры, мы должны смотреть на закон не так, как люди смотрят на него. Это не просто правило, инструкция получения к жизни, знаете, как купил микроволновку и дал инструкции, и написано, как оно должно работать. Закон – это состояние, жизнь. Закон несет в себе жизнь и дух. Дух. Закон непросто. В этом было различие. Есть внешность закона. И когда мы видим закон Божий, то люди понимают его просто как правило. Но они не знают сути закон. Они не знают, что закон исполнен власти, святости, силы, жизни, духа. Все в нем есть. Буквы по каскану Павли. Но требования закона настолько высоки. Когда мы смотрим на закон, как таковой, он вроде как становится таким высоким, огромным, чистоком. И он ограждает место святости и обитания Бога. Он ограждает это место. Он не пускает туда грешника. Когда грешник подходит к закону, он безнадежным состоял. У него нет ни капли надежды, потому что он видит святость закона. Закон не пускает его в жизнь. Закон ограждает святость Бога от присутствия всякого греха, потому что Бог не существует. В Его присутствии нет греха. В Его присутствии грех сгорает, братьясь. Грех погибает в присутствии святого Бога. Поэтому Христос пришел. Только по причине этого. Всякий раз, когда я смотрю на закон, что я вижу? Я вижу безнадежность. Я вижу безнадежность христи. Поэтому закон Духа жизни во Христе Иисусе, Христос, в Галатам 4 глава, 4 стих написано, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал своего единородного сына, который родился от жены и подчинялся закону». Подчинялся закону. И во Христе закон, он не был внешним исполнением, как в жизни в Борисеи. Это то, о чем Христос говорил. Выговорит, как гробы окрашены. Сверху есть, а внутри нет. Но закон, который был во Христе, закон Духа жизни, этот закон сиял в нем в силе и в духе. Он принес эту праведность. Единственный, кто принес праведность во плоти. Люди поражались, когда видели, как он учит. Они видели, что он учит не так, как книжники и фарисеи. Он учит, как власть имеющие, потому что закон в его теле был исполнен полностью. В нем была жизнь и был дух. И этого не было ни в коем другом, кроме Иисуса Христа. Поэтому закон Духа жизни, он прославил Христос, по сути, показал суть закона. Абсолютная святость, абсолютное совершенство. Исайя 42 глава написана так в 21 стихе. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Христос пришел, чтобы наконец-то грешники увидели настоящий закон, который дает жизнь. Чтобы грешники увидели настоящую праведность. И когда эта праведность вошла в плотку Петра, этот Петр сказал, «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешник». На фоне праведности, силы, духа, жизни Петр тает на глазах. Он тает, как грешник. Он тает, как человек, который не может исполнить закон, не может достиг жизни. Ничего не достигает. И поэтому закон Духа жизни во Христе, Христос взял праведность из закона. Жизнь в его теле пришла. Освободил меня от закона греха и смерти. Это то состояние, в котором удерживается грешник. Я преступник закона уже был. Я не могу уже стать праведным. У меня нет даже такой возможности. Закон, он свят. И всякий раз, когда я смотрю на закон, я вижу свою жизнь, жалко, ничтожен, и бог, решенный всякой святости, всякой жизни, и всякой недели. Я вижу. Но когда я смотрю на Христа, я вижу жизнь, я вижу славы, я вижу дух, я вижу слово, которое воплотилось. Я вижу воплощенное из закона, абсолютную праведность. Это праведность, которая подарена вам. Бог одел вас в праведность Христа. Это честь, привилегия, да, благодать, за которую каждый грешник должен благодарить до конца жизни, а потом в вечности. Потому что только эта праведность дает вечности. Только эта праведность дает вечности. И закон, по сути, когда дается Израилю закон, братья и сестры, заметьте, что происходит. Вместе с законом Божьему народу дается священство и жертвоприношение. Священство и жертвоприношение. Когда я смотрю не на закон, а на жертву, что проповедует жертва? Жертва говорит мне, ты не можешь быть источником праведности. Жертва говорит мне, что праведности во мне нет. Всякий раз, когда первосвященник приносил жертву за себя и за народ, по сути, смотря на первосвященника, я видел и понимал, он тоже грешник. Он грешник. Он не может, он не святой. Он тоже нуждается в жертве. И жертва проповедовала, по сути, еврею, что ты не можешь быть источником праведности, угодной Богу. Ты не можешь угодить Богу. Второе, что проповедовала жертва, жертва проповедовала, что праведность Бог дает не подолгу, не за что-то, а по милости. Это второе, что проповедует жертва. И третье, что проповедует жертва, это вера. Это вера, По сути, жертвоприношение проповедует Евангелие, проповедует Христа, когда каждый человек, приходящий к жертву, понимал, что я неправедный, уповал, что Бог даст милость, Бог оправдает, Бог спасет. И каждый верил в то, что, исполняя Божье Слово, именно таким путем я могу оправдаться перед Богом. Это то, что происходило в жертвоприношении. И, братья и сестры, по сути, оправдание совершается только в тех людях, которые перестали искать в себе хорошие качества, которые перестали искать в себе способы оправдания, которые перестали золотить купола, жертвовать грязные деньги на святые дела. Эти люди перестали. Эти люди не видят в себе никакой правильницы. Эти люди смотрят на Христа и видят, вот святость, вот мощь, жизнь, вот то, что Бог дал, вот Евангелие, вот Христос. Закон Духа Жизни – это то, что вменяется, это дар незаслуженный. Это то, что приходит в жизнь каждого верующего человека по благодати и благодаря Божьему избранию. Это то, что мы прославляем. Потому что мы оправдываемся праведностью Христа. Это вмененная праведность. Второй момент – это проклятие, братья и сестры. И как закон был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховным, чтобы осудить грех воплотить. Закон был бессилен. Это не значит, братья и сестры, что закон потерял что-то в себе. Жизнь куда-то пропала из закона. Нет. Жизнь и Дух в законе есть всегда. Это закон Духа. Это то, в чем выразил Бог свои святы, свои требования, свои воли. В чем жизнь дышит в законе. И поэтому Павел говорит, когда проповедует Христа, он говорит, закон иметь власть, давать жизнь. И всякий исполнивший закон, что будет жить. Но кто его тихо? По сути, опять Павел с законом возвеличивает Христа. Он показывает. Поэтому закон был ослаблен и по причине того, что в нем какие-то изменения произошли. Закон был ослаблен по причине того, что крайняя наша греховность испорчилась. Я не достигаю праведности. Я не могу генерировать праведность закона. И сила закона по причине моей полной испорченности и греховности, она сходит на ней. Я не могу взять жизнь из закона. Я не могу. Я не могу показать что-то более достойное Бога. И поэтому Христос. Этот закон ослабленный... Это знаете, как старый пожилой человек уже в преклонных летах нуждается в операции. Все есть. Наркоз есть. Лекарства есть. Специалисты есть. Они смотрят на его дряхлость и говорят, он не потянет. Он не вынесет такой нагрузки. Вот это давление закона. Закон есть. Жизнь есть. Но по причине нашей ветхой природы, испорченности, крайней греховности, я с ним ничего не могу сделать. И он не просто, братья и сестры, закон не просто не дает мне ничего. Он еще накладывает на меня проклятие. Он за грехи, он осуждает меня. Он не просто обессиленный, он еще давлеет на меня своим проклятием. Он показывает свою святость Богу. Он показывает. И поэтому благодарность Богу, что когда я не достигаю праведности, Бог достигает праведности. Когда я не достигаю Бога, Бог достигает меня. Когда я не могу подняться к небесам, Бог оставляет небеса. Когда я не нахожу в себе никаких средств, Бог изыскивает средства. И за это, слава Богу. Никто не благ, как только Бог один. Никто не благ, и грешник должен это оценить. Неравнодушным сердцем и отношением к Евангии. Бог должен прославиться в жизни. Каждый грешник должен поклониться Христу в глубоком осознании того, что это дар, это благодать, это вечность, это жизнь. И мы посажены на небесах не по причине нашего служения или благообразного поведения, которое мы модифицировать пытаемся и понимаем, что без благодати ничего не может делать. Мы посажены на небесах, потому что Бог ослабил грех воплотить. Это второй момент. Бог сходит в мир воплот, в подобии плоти греховной. Он имеет плоть, но в этой плоти нет греха. Он становится рабом, не будучи рабом. Он становится по виду, как человек, не будучи таким по сути. И поэтому Христос приходит, братья и сестры, и Он не просто приносит праведность и жизнь в теле Своем. Он берет проклятие законом на себя до смерти Христа. Это то, что Бог делает в его теле. Бог осуждает весь грех. Бог проливает свой гнев. Именно поэтому Христос молился Богу и Отцу и говорил, «Доминуй имя Божий свеча». Он берет проклятие. Оправдание – это не только праведность, которую Христос приносит. Оправдание перед Богом – это то проклятие, которое мы заслужили 20 миллионов раз. Если не значит. Это то проклятие, в котором мы жили, которым мы наслаждались и которое мы любили. Которое мы любили, которому мы следовали. Нам там было хорошо. В этом проклятие. Это второй момент. Это то, что Христос воплощается. Он берет не просто грех. Он берет проклятие греха, наказание на себя. Он осуждает грех воплоте. Суд уже над грехом состоялся, потому что Бог не просто прощать грех не может. Поэтому гнев Божий пролился на Сына Божьего. И в теле Христа происходит, братья и сестры, вот этот святой обмен. Когда Христос дает мне дух, дает жизнь, дает святость, дает праведность и забирает все, что у меня есть. Он приносит благодать и берет проклятие. Он берет наказание и дает оправдание. Он дает праведность человеку. Это второе, что происходит в оправдании. Это то, о чем говорит Павел, что проклятия уже нет. Христос ему внес. Бог осудил грех воплотить. Закон не мог мне помочь ничем. И третье, братья и сестры. Это преображение, это то, о чем говорит Павел, что оправдание исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Знаете, если без этого стиха оставить два предыдущих, то каждый начнет утверждать, что он оправдан. Даже человек, который, по сути, живет в грехах. Ну, нет никакого осуждения написано. Павел уточняет. Оправдание исполняется только в тех людях, в которых есть присутствие Святого Души. Только те люди, которые связаны с Христом, духовно, это и есть праведность Христа, которую человек получает по вере, через покаяние, через любовь к Богу. Не может быть оправданным человек невозрожденный. Именно это утверждал Христос, когда говорил, никто, не родившийся свыше, не может увидеть Царствие Божие. И Никодимус сказал, что должно вам родиться свыше. Только там оправдание родится. Оправдание – это не мое согласие на проповедь Евангелия. Оправдание – это акт возрождения. Это то, когда Дух Божий приходит. Потому что Христос не является служителем греха. И заметьте, братья и сестры, когда вменяется человеку праведность Христа, эта праведность проявляет себя снаружи. Мы ее видим. Мы видим измененную жизнь. Мы видим Дух. Мы видим радость. Мы видим изменения. Мы видим сокрушение. Мы видим то, о чем Павел в 7 главе Римлянам говорит. Мы видим духовного человека. Кто во Христе, тот новая тварь. Только в этих людях исполнилось оправдание. Оправдание – это не религиозное согласие на Иоанн. Это Дух и Жизнь. Это то, что происходит. Это да. Это когда сам Христос приходит ко мне и дает. Даром, по благодати, чтобы никто не хвалился. Оправданные люди, не те, которые сидят в маутийской церкви, а те, в сердце которых Дух Святой, которые приносят противоречия, которые сострадают нам, да? Это то, о чем Павел говорит. «Который свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». И это уже вторая часть текста. Что оправдание исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по Духу. И дальше Павел подробно объясняет, что значит жизнь по плоти и жизнь по Духу. Помолимся, братья Исси.